Приветствую вас! Я специально посмотрел ваш профиль, подумал, может быть, вы ошиблись с разделом и написали немножко не туда. Ну, такое бывает. Вы могли написать, например, в раздел «Эзотерику», потому что очень похож на эзотерический вопрос немного ваш. Вот, но нет, нет, вы вроде бы написали в раздел «Психология» и вроде бы написали вы правильно, потому что то это ваши вопросы тоже были, значит, только в раздел «Психология». Итак, вы пишите, у меня с мужчиной идти им стало очень редко, раз в месяц это в лучшем случае, даже по нескольку месяцев нет эффекта. Ну, очень важно, сколько вы встречаетесь, очень важно, сколько вы вместе, очень важно, что вас объединяет с человеком. Потому что помимо секса, да, есть какие-то еще моменты, которые по идее должны вас связывать. Поэтому здесь мне кажется, что нужно больше подробностей нужно о ваших отношениях, да. То есть, к примеру, если у вас исчез секс или не стали проблемы, ну, значит, да, и вы не знаете, почему такая история произошла, то это означает, что вы своего мужчину, ну, скажем так, не совсем, возможно, чувствуете, да. Вы его не совсем, возможно, видите, вы не совсем, возможно, понимаете, что с ним происходит, к примеру, сейчас, на данный момент. Так что это вопрос уже про вашу именно эмоциональную близость, скорее, с которой могут быть проблемы. Дальше. Я понимаю, что у него много работы, но ведь раньше было так же, но на секс это не влияло. Ну, опять же, да, разные бывают истории, разные бывают ситуации, и мне кажется, что здесь вы как-то довольно, ну, достаточно узко смотрите на данный объект, достаточно узко смотрите на данную ситуацию. В том смысле, что, ну, раньше, может быть, это не влияло, раньше, вот. Но сейчас, к примеру, сейчас, да, это влияет, и нужно ориентироваться на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что было там, к примеру, когда-то. Вот, поэтому, если сейчас происходит то, что происходит, значит, что-то изменилось. Значит, что-то поменялось. Значит, ваши отношения перешли, ну, в какую-то другую форму. Дальше. Ему сорок лет. Ну, я полагаю, что возраст здесь особо роли не играет. Именно, то, что ему сорок лет. Он раньше писал эротические сообщения, стремился почаще заниматься любовью. Ну, возможно, раньше была страсть Элла. А сейчас страсть ушла, если между вами не усыновилось никаких духовных отношений, скажем так, да, то есть, если между вами вот столько сексуальных отношений, то в таком случае его такое отстранение, оно вполне нормально, потому что, к примеру, сексуальный мужчина удовлетворил себя, да, сексуальный мужчина удовлетворил сексуально, он не так активно нуждается в вас. Вот. И, соответственно, это могло повлиять его на, повлиять на его отношения и, к примеру, поведение к вам. Вот. Хотя, безусловно, это и не точно, да, то есть, тут, опять же, я не могу до конца быть уверенным, потому что слишком мало информации вы предоставили. Дальше. Ну, я спрашивал насчет секса, говорил, говорит, что все хорошо. А почему вы спрашиваете насчет секса? Для вас это имеет какое-то значение или вы, к примеру, ну, сомневаетесь в себе или как? То есть, по какой причине вы спрашиваете насчет секса у мужчины, то есть, что вас мотивирует это делать? Вот. То есть, обычно, ну, просто так не спрашивать просто так про что ли в порядке с сексом, потому что это видно, это чувствуется. Вот. Дальше. Были полгода назад стрессы у него, может, это повлияло? Ну, может быть, повлияло. Надо разбираться, какие стрессы конкретно. Вот так, непонятно, то есть, стресс для кого, для него или для вас, да? Если для него, то, соответственно, откуда вы знаете, что у него этот стресс, там, к примеру, был? Ну, вот, это если, это если для него. Если это для вас, то, соответственно, тот же вопрос, как это относится к нему. То есть, тут нужно большей определенности. Вот, пока что не совсем понятно, о чем идет речь. Стресс мог повлиять, но в таком случае, опять же, это говорит, скорее, об определенных проблемах мужчины. Вот. Аняла. Дальше. Я же немного требую, я же немного требую. Что это значит? Я же немного требую. Это вы немного требуете или немного, в смысле, изредка начали требовать? Я стал раздражительный, срываюсь на него из-за секса. А, какова причина вашей раздражительности? А, в каких вы отношениях находитесь с мужчиной? Потому что, пока что, на данный момент, опять же, непонятно, кем вы приходите друг к другу. То есть, ну, какое, к примеру, право, да, вы имеете, там, от него требовать? Требовать? Вот. Что-то. То есть, если вы, к примеру, муча жены, это одно. Если вы живете вместе, это другое. Если вы, соответственно, просто встречаетесь, да, то ждут, в общем, разные модели поведения. Вот. Мне кажется, что в любом случае нужно это учитывать. Кем вы приходите друг к другу. Вот. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это принципиально важный момент. именно от того, какое место, какую роль вы занимаетесь, занимаете в жизни человека, в том числе и зависит от ваших сексуальных отношений. Вот. Дальше. Так. Он еще молодой мужчина, чтобы так редко хотеть секс. Ну, это вы как-то вот достаточно самовольно решили, на мой взгляд. Вот. То есть, как бы, может быть, он и молодой мужчина, но то, как вы решаете этот аспект? За него меня вызывает, ну, если честно, сомнения, да. То есть, почему вы так вот позволяете себе так вот решать за него? То есть, у любого человека, в принципе, могут быть какие-то, ну, кризисы, да. И у любого человека могут быть какие-то проблемы. Дальше. Подскажите, в чем причина? Неизвестно, потому что мы вашу ситуацию не знаем, нужно больше подробностей. Как я могу повлиять на эту ситуацию? Повлиять на эту ситуацию никак, только больше внимания уделять себе, меньше от него что-то требовать, потому что, чем больше вы требуете, тем меньше хочется. это для вас сделать. Вот. И, значит, больше заниматься, на мой взгляд, вам нужно собой, больше заниматься нужно именно своими, своими вам делами, вот, своей жизнью. Больше нужно заниматься тем, что важно вам, именно вам, вот, и мне кажется, что мужчина почувствовал, что вы от него несколько отдаляетесь. А, да, мужчина, он почувствовав это, ну, скорее всего, захочет, захочет вас, ну, вернуть, вот, скорее всего, я так думаю, вот. Это, опять же, исходя из того, что вы нам написали, вот, то есть, мне кажется, вы, как-то знаете, а, чересчур от него, как-то зависимо, мне кажется, вы чересчур, а, в нем нуждаетесь, мне кажется, что это, ну, как-то, вот, не на пользу, не на пользу вам идет. Вот. А, что касается того, что вы в чем-то виноваты и того, что может быть проблема вас. Это, честно говоря, уже больше похоже на то, что вы в себе не уверены, то есть, это больше похоже именно на какую-то, знаете, вот, неуверенность в себе, мне кажется, то есть, вы сами сомневаетесь, а, ну, в себе, да, вы сами сомневаетесь. Сами не уверены, вот, и переносите это на мужчину. На мой взгляд, это, ну, далеко не самый лучший расклад, далеко не самое лучшее поведение, которое вы можете вообще для себя выбрать, потому что вряд ли это мужчину к вам как-то приблизить. Вот, я бы сказал даже, что наоборот, его это только отдалить. Вот, поэтому, если у вас есть ощущение, что это вы можете быть виноваты в том, что происходит сейчас, то лучше вам все-таки как-то скорректировать. Своё даже поведение, да, скорректировать как-то свою модель поведения и, собственно говоря, изменить его. Может, если вы, ну, если вы чувствуете, что вы можете быть виноваты, если у вас действительно есть основания для того, чтобы так считать, вот. То лучше вам не ждать, на самом деле, и просто самой проанализировать, может быть, с психологом и уже там что-то делать. Вот, далее вы спрашиваете про измены. Ну, измены, в принципе, это то же самое. Это то же самое. То есть, это всё то же самое. Вот, в том смысле, что если вы подозреваете измены, да, то речь идёт, скорее всего, о том, что вы не уверены в себе. Вот, с другой стороны, с другой стороны, вот сама ваша, как бы, постановка вопроса, сама ваша постановка вопроса, она сама по себе вызывает вопросы, потому что такое ощущение, да, что вы обращаетесь, как бы, ну, к эзотерикам. То есть, мы не знаем, что было, мы не знаем, была ли измена, была ли, может быть, вы в чём-то виноваты, да. Нужно посмотреть отношения, скажем так, ну, более подробно, вот. Понимаете? Какая история. А пока вы, вы, пока вы вот так рассказываете, пока вы даёте, ну, такую информацию, я боюсь, что этого слишком, слишком мало. То есть, тут почти никакой информации нет, информации нет об отношениях ваших и о том, что вообще между вами происходит и что может быть, вот. Именно, именно поэтому я и, собственно, подумал о том, что вы, возможно, обратились по ошибке в раздел эзотерики, но посмотрел потом у вас там, в общем-то, вроде бы все вопросы только к, ну, к психологам, вот. Так что мне, если честно, вот данный аспект для меня не совсем понятен. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, надеюсь, что теперь вы лучше понимаете направление, да, что вам делать и, если у вас есть желание разобраться в этом, в том, что происходит, вот, то мы можем вам помочь. Вот, мы можем вам помочь. Обращайтесь к любому, любому из психологов, которые вам придётся, в плюсе, вот. И мы вам, соответственно, поможем разобраться в том, что происходит. Вот, примерно так, я думаю, можно вам будет ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И, конечно, стройте отношения искренне, вот, и не теряйте себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...